Район, который в наше время принято называть Монпарнасом, выходит далеко за границы 43-го административного квартала. Если Монмартр – квартал художников, то Монпарнас известен как квартал поэтов, писателей и артистической богемы. Главная артерия квартала, улица Рен, ведет от площади Сен-Жермен-де-Пре к башне Монпарнас. Башня Монпарнас является прекрасным примером архитектуры XX века в Париже. Ее высота – 210 метров. Самый скоростной лифт Европе за 38 секунд поднимает желающих на 56-й этаж на высоту 195 метров. Через стеклянные стены открывается поразительная круговая панорама Парижа и его окрестностей на 50 километров. Внутри башни расположились офисы многочисленных фирм, магазинчики и многочисленное кафе. Башня и расположенный рядом с ней новый вокзал Монпарнас являются частью современного городского ансамбля. Среди новых построек на улице Командан-Мушот выделяется здание из тесаного камня с большими античными колоннами. Оно было построено в 1958 году по проекту испанского архитектора Рикардо Бофиле и является ярким образцом современной неоклассической архитектуры в Париже. Привокзальная площадь носит имя инженера Бьен-Веню, создателя первой во Франции линии метрополитена, открытой 19 июля 1900 года. В здании старого вокзала 25 августа 1944 года немецкий генерал фон Шолтиц подписал акт о капитуляции гарнизона оккупировавшего Париж. Бульвар Монпарнас, пересекающий площадь Бьен-Веню, получил свое название еще в эпоху Ренессанса по имени Парнасского холма, на котором расположена часть квартала. С 1925 по 1940 год в Монпарнаске кафе «Купол», «Дом» и «Ротонда» собирались молодые поэты, художники и литераторы, представители многочисленных художественных группировок и различных национальностей – Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо, Амедео Модельяне, Василий Кандинский, Марк Шагал, Осип Цаткин и другие. В доме номер 89 по бульвару Монпарнас жил известный французский писатель Ромен Ролан. На перекрестке бульваров Монпарнас и Распай установлена статуя Бальзака, работы Агюста Родена. Рядом с бульваром Распай находится одно из самых известных парижских кладбищ – кладбище Монпарнас, основанная в 1824 году на месте бывших ферм. Здесь похоронены поэт Шарль Бадлер, писатель Гидема Пассан, актер Филипп Нуаре, скульптор Осип Цаткин, поэт и певец Серж Гинсбург, а также небезызвестный Симон Петлюра. Ближе к окраине города расположен парк Мансури, разбитый в 1878 году. Через парк, строго по Меридиану, на котором расположена французская столица, проходит так называемая «линия Парижской обсерватории». Вплоть до 1884 года Париж спорил с Лондоном за право обладать нулевым меридианом. Проиграл, но линия осталась.